Коран и Библия Прочитать пути, главу шестую, и диалоги, диалог, глава пятая, и семнадцатая, диалог, и пути, шестая глава. Когда мы жили в Сомали, однажды вечером пришел ко мне один студент, назвали его Ибрагим, и говорит, дайте мне, пожалуйста, Библию. И вы помните, что пропаганда христианства была запрещена, поэтому он подписал бумагу, в которой было написано, что я добровольно попросил Священное Писание, никто мне его не навязывал. Он с радостью взял в руки Писание, положил ее под рубашку, чтобы никто не увидел, и ушел, радостный тому, что у него теперь есть Библия. На следующий вечер он вернулся к нам, он пришел снова. Библия у него была под рубашкой, завернутая в газету, достал Библию, выложил мне на стол, и говорит, нет, это не Писание. Он говорит, я вчера прочитал книгу «Бытие», первую часть Библии. Это историческая книга, это не Писание. Если Писание, то испорченное. Он не дал мне возможности ничего возразить, просто оставил Библию у меня на столе и ушел. Он только сказал, не ожидал такого. Я надеялся, что Библия — это Писание, а оно оказалось не Писанием. «Поставил мне Библию и ушел». Ну что ему ответишь? Дело в том, что в мусульманском понимании откровение всегда снисходит вниз. Это танзил, нисходящее, посланное откровение, копия подлинника откровения в небесах. Поэтому оно превыше истории, оно превосходит историю. У мусульман есть исторические тексты, хадисы. Мы о них уже с вами говорили. Но это никак не Коран. И вот этот школьник, прочитав Библию, начав читать Библию, сказал, «Библия испорчена, расковеркана, потому что это исторический текст». Отчасти он прав. 70% Библии — исторический текст. «Как же это может быть Писание?» Давайте теперь снова разделимся на группу по два человека. «Как бы вы ответили Ибрахиму?» Он кладет мне Библию на стол и говорит, «Это не Писание, это историческая книга». И уходит там за дверь. Допустим, вы через какое-то время встретились с этим школьником в чайной и заговорили с ним, разговаривали с ним. Или я с ним разговаривался. «Как бы вы на моем месте ему ответили?» Ответили бы ему на это обвинение, что Библия — просто историческая книга. Она испорчена. Ну что же, готовы обсуждать? Я понимаю, что вам нужно еще время. Но начнем вот с наших сестер слева. Готовы? Пожалуйста, как бы вы ответили? Библия содержит реальные исторические факты. Ну и не знаю. Да, ну, по крайней мере, вы сказали, что Библия содержит реальные исторические факты, достоверные исторические факты. Хороший ответ. Да, эта история, которая там записывается, — это достоверная история. Библия — это единственное древнее изложение истории, которому можно доверять. Из всех древних изложений историй — это самое достоверное. Альбрайт, один из ведущих археологов 20 века, говорил то же самое. А вы как думаете? Я согласен. Я согласен. В Библии немало исторических событий. Но во всех них мы видим присутствие Бога. Да, отличный ответ. Спасибо. А вот эти наши богословы что скажут? Я бы начал с того, о чем вы нам уже говорили, по-моему, вчера, что, согласно Корану, у христиан есть священное писание. Соответственно, и израильтян, и христиан нужно спрашивать, им нужно задавать вопросы. То есть я понимаю, что сейчас ислам говорит о том, что все писания исковерканы и испорчены. Да, мы, конечно, понимаем, что у нас нет подлинной версии. Ислам говорит, что подлинника вообще никогда не было. Мы считаем, что подлинник был. Но все равно лучше читать Тору или Забур. Забур — это, конечно, не богословие, а сборник псалмов, сборник гимнов. Такие книги любят мусульмане. Хорошо читать Инджил. И при этом используйте Коран для того, чтобы сравнить, для того, чтобы проверить, что правильно, что верно, что точно, что на самом деле говорит Бог. Попробуйте, а потом мы посмотрим вместе. Проблема в следующем. Он-то ведь пытался прочитать Библию. Он пытался прочитать книгу бытия. Он стал читать Тору. И был этим очень рад вначале. А потом разочаровался. Разочаровался, потому что для мусульман история — это хадис, а Коран — только наставление, и ничто больше. Книги — это принципиально разные. Он увидел, что мы смешиваем хадисы и Писание. Смешиваем то, что смешивать нельзя. А что вы думаете? Два аргумента. Во-первых, если повествование не может быть Писанием, тогда любое повествование в Коране также нельзя представлять себе как Писание. Если любое историческое повествование не является Писанием, то любая историческая часть Корана также не является Писанием. Второе. Если Коран говорит, что Тора, Забор и все остальное — это есть Слово Божие, то как же спорить с Кораном? Он должен был бы принять, что Коран — это называют Писанием. Значит, это и есть Писание. Он ведь не с вами спорит, он спорит с Кораном. Против кого идешь? Против Мухаммеда идешь? Против Аллаха идешь? Это весьма серьезно. Но на это у него нашелся бы ответ. Он бы сказал так. Дело в том, что это не может быть Писанием. Писанием кто-то когда-то все перепутал. Христиане и иудеи случайно соединили хадисы с Писанием. Писание оказалось испорченным, сковерканным. Если Откровение снизпослано свыше, то оно не может содержать исторических текстов, потому что с точки зрения Корана Откровение над историей. Да, в Коране есть намеки на историю. Они оформлены как притчи, но самого исторического повествования, а в Коране практически нет. Есть намеки на исторические события в качестве иллюстрации, в качестве притч. Но такого открытого, откровенного исторического повествования там нет. Его мы находим только в хадисах. Именно поэтому, в частности, и мусульмане, некоторые предполагают, а другие совершенно уверены, что Библия исковеркана и испорчена. Я вам напомню, считается, что Коран сошел с небес, с главного Откровения, с главной книги, которая находится в небесах. Вот это с нисхождением, нисхождением мы называем Танзил. Вот эта версия Корана превознесена над всей историей. И рядом с Кораном мы имеем хадис. Хадис, о которых мы говорили сегодня утром. Это так называемые традиции, традиционные тексты. История. Но это совершенно разные вещи, разные книги. Хадисы — это описание поступков Мохаммеда. Историческая книга. Коран — Божие наставления о том, во что верить, как поступать. И исторические события использованы там лишь как иллюстрации, лишь как вкрапления. Ибрагим говорил мне, например, что некоторые из этих исторических событий совершенно не наставляют. Например, Лот напился, и у него было кровосмешение, вступил в отношения с дочерьми. Какое же это Писание? Какое же это наставление? Можем ли мы сказать, что Божие откровения не бывает абстрактным? Иными словами, оно дано конкретному человеку, в конкретном контексте. Без контекста оно существовать не может. Именно поэтому Библия представлена в подлинном контексте, потому что это откровение дано конкретному человеку. Коран был дан Мухаммеду, значит, у него тоже соответствующий контекст, и из контекста его нельзя вырывать. Нельзя контекст жизни Мухаммеда. Отличный христианский ответ на вопрос. Мусульмане на него так не ответят. Это не мусульманский ответ. Потому что, опять-таки, Коран выше всякого контекста. Коран превосходит контекст. Коран, в частности, организован по принципу сначала самая длинная сура, потом все короче, короче и короче, и до самой короткой. Коран не хронологически построен. Дело в том, что если его хронологически построить, то покажется, будто исторический контекст каким-то образом помогает понять священное писание. Но для мусульманина такой подход чужд. Коран превыше всякого контекста. Именно поэтому и исторически организовать его тоже не нужно. Хронологически не нужно. Можно просто по длине текстов, по длине сур. Если бы Коран был контекстуализирован, если бы он нуждался в контекстуализации, его бы организовали хронологически. Но он превосходит контекст, он превосходит контекстуализацию. Поэтому хронологически его организовать нельзя. Мы пытаемся посмотреть на Коран с христианской точки зрения, мусульмане смотрят на него по-другому. Я вспомню снова тот диалог в Центральной мечети города Лондона несколько лет назад. В частности, во время этого диалога мы как раз беседовали об Откровении. И вот, наконец, я поступил так. Я спрятался за кафедрой, вот так спрятался за кафедрой, и говорю, «Помогите мне, друзья мои». Я говорю моему оппоненту, «Помогите». Вот так вы понимаете Откровение или нет, что не Бог с нами встречается, что Бог с нами Сам не встречается, но по милости Своей посылает Своё Откровение нам на землю. Это называется Танзил. Он посылает Своё Откровение для того, чтобы показать нам, как нам поступать, что делать, чего не делать. Но Откровение превыше контекста, потому что оно нисходит свыше. Вы действительно так понимаете? Он говорит, «Нет, нет, не так». Не Бог приносит Откровение, а Гавриил. Бог даже не участвует в этом. Хорошо, вы можете быть Гавриилом. Да, вы будете Гавриилом, а вы будете Моисеем. Хорошо, встаньте на колени, будьте готовы получить Откровение. Встаньте на колени, чтобы получить Откровение Божие. Бог никогда к нам лично в исламе не приходит, но по своей милости он даёт Откровение Гавриилу. Гавриил, а ты, пожалуйста, отнеси Моисею. Моисей получил? Да, Гавриил, получил Моисею Откровение? С радостью получил? Да, отлично, отлично. Так, передал Откровение. Всё в порядке. Вот этот процесс и называется Танзил. Бог передал Откровение Моисею. Так говорил, садись на место, ты нам потом ещё пригодишься. Вот это исламский подход к Откровению. Но я тогда в мечети сказал, Библия смотрит на Откровение иначе. Согласно Библии, Бог приходит к нам. Бог снисходит к нам и встречается с нами. Вот это смысл Библейского Откровения. Библейское Откровение состоит в том, что мы можем узнать Бога по Его делам в истории. Смысл Библейского Откровения заключается в том, что Бог действует в истории. Что Бог приходит к нам, встречается с нами в нашей истории. И что Он делает? Он призывает людей, призывает народ Завета, что мы стали Его свидетелями во всём мире. Бог действует в истории. Бог нисходит к нам, чтобы искупить нас. Вот это история Его народа, верности Ему, а иногда и мятежа против Него. Всё это содержание Откровения Божьего. Пророки трудятся под водительством Святого Духа и свидетельствуют о Божьих делах в истории, а также истолковывают эти дела. Откровение включает и то, как мы принимаем это Божье Откровение, и то, как мы его отвергаем. Это и есть смысл библейской веры. Так что Библия неизбежно становится исторической книгой, потому что Бог действует в истории, потому что Бог не просто посылает нам свою волю, но приходит к нам и встречается с нами в нашей истории. В исламе Бог посылает людям ислам. В Библии Бог приходит к людям сам. С самого начала, с самого расцвета истории мы видим различное понимание Откровения. Мы видим Божье обещание. Бог обещает, что придёт Сын, который родится, Сын Божий, который придёт в этот мир. Он и есть высшее проявление Божьего Откровения. Так что я всегда очень рад, когда мне говорят о том, что вот Библия испорчена, потому что это историческая книга. Слава Богу, вы заметили, что Библия — историческая книга. Именно в этом-то и дело. Именно об этом нам приходится говорить, когда речь заходит о природе Откровения. Ну вот когда мусульмане молятся Аллаху, ведь не Гавриил уже, может быть, кто-то молится Мухаммеду, конечно, не знаю. Нет, вообще-то не должны, хотя некоторые, многие воспринимают Мухаммеда как посредника хадаты. Ладно, молятся Аллаху. Они ведь ожидают, что Аллах ответит на молитву. Может быть, не словесно ответит, но, по крайней мере, как-то в конкретных событиях жизни. Значит, Бог должен будет действовать в их жизни. Значит, у них должно быть какое-то понимание, что Бог участвует в вашей жизни лично, не просто через посредника. Иначе как он может ответить на молитву? Есть ли какое-то понимание того, что Бог участвует в жизни? Да, определенное понимание есть. На самом деле, многие практикующие мусульмане также призывают посредников, хадаты. Для многих Мухаммед становится таким хадатаем. На самом деле, люди чувствуют, что нужен, нужен посредник. Хотя они находят стих в Коране, где написано, что, может быть, посредник только тогда, когда Бог его поставит. Мы поговорим в этом подробнее, в связи с суфизмом. Но да, мусульмане, как я уже вчера сказал, после обязательных молитв, молитв в салат, они беседуют с Богом, они приносят просьбы молитвы непосредственно к Богу и верят, что Он их слышит. Теперь я просто пытаюсь себе представить, понять, что отличает христианскую молитву от мусульманской молитвы. Христианская молитва — это ведь беседа человека с Богом. А мусульманская молитва — это скорее не беседа, это просто делок в одном направлении. Мы посылаем сообщение Богу в надежде, что Он услышит. Это правильно? Действительно так? Да, я думаю, вы правильно подвели итог, подвели черту. Так оно и есть. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com А теперь вернемся к вопросу Корана. Мусульмане считают, что первое откровение пришло к Мохаммеду на горе Хира. Произошло это в 610 году. Это первое откровение, полученное в месяц Рамадана. Именно поэтому весь месяц Рамадан мусульмане проводят в посте, потому что это напоминание об откровении. Откровение имеет два смысла. С одной стороны, это дисциплина, например, поэтому в Рамадан люди постятся, вспоминая эти дисциплины, которых нужно придерживаться. И, кроме того, это празднование, поэтому ночью идет пир. Итак, днем пост, ночью пир, и то и другое, две стороны сути откровения. Вот вам первое слово откровения. Сура 96. Читай или провозглашай во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, Который сотворил, сотворил человека из густка. Читай, Господь твой щедрейший, Который научил Каламу. Первые слова откровения. Считается, что Мохаммеду явился некто в белом и провозгласил ему эти слова. Мохаммед пошел и рассказал все своей супруге. Он решил, что с ним что-то не то. А супруга говорит, ты, наверное, пророк Божий, а тебе явился Гавриил. И потом, в этой самой пещере, ангел снова и снова являлся ему и давал дополнительные слова, откровения. Эти откровения продолжались 22 года. Не все сразу, а постепенно. Гавриил передал Коран. Это не значит, что Гавриил сразу принес весь Коран. Смысл в том, что постепенно, по фрагменту, Гавриил передавал Мохаммеду Коран и учил Мохаммеда. Что же передал Гавриил? Гавриил передал фрагменты из Небесной книги книг. Вот что он передал Мохаммеду. Это фрагменты Небесной, Великой Небесной книги. Ум-ул-Китаб. Об этом мы читаем в 13-й суре, аят 39. Моисей полагал, что первая ночь откровения — это ночь могущества. В самой середине Рамадана мусульмане празднуют ту первую ночь, когда Аллах дал откровение. Это событие описывается в 97-й суре с 1 по 3. Ночь могущества. В Коране говорится о том, что если бы Коран был дан весь сразу, целиком, не по кусочкам, не по фрагментам, целиком был дан сразу, спустился на Небесную и ударился бы в гору, то от силы удара гора бы разбилась. Мы вчера говорили о силе Корана, могуществе Корана и о том, как мусульмане выучивают Коран наизусть, чтобы воспринять эту силу. Они считают, что Откровение не только несет назидание, наставление. Откровение несет также и силу. Коран также иджаз, то есть чудо. Чудо, которое невозможно воспроизвести. Мохаммед не мог совершать чудес и исцелений, как Иисус. К нему приходили и говорили, Мохаммед, но ведь Иисус совершал чудеса. Исцелял, изгонял бесов и так далее. А ты почему не совершаешь? Мохаммед на это отвечал. Ведь Коран сам по себе чудо. Арабскому языку Корана подражать невозможно. Мохаммед читал фрагменты Корана, а потом другие пытались прочитать похожую поэзию, похожие стихи, и у них ничего не получалось. Чудо Мохаммеда это чудо Корана, которое можно поставить рядом с арабской поэзией и понять, что ничего подобного в арабском языке больше не существует. В Коране есть аллегорические фрагменты. В Коране есть и места, понятные, представляющие собой основу беручения. Ум-Уль-Китаб книга книг, мать всех книг, небесная книга. Вот в этой книге, Ум-Уль-Китаб, есть часть, которую можно назвать душой Корана, центром Корана. Это вероучительный текст. Вокруг него сосредоточен аллегорический материал. И вот здесь нам с вами, христианам, нужно быть очень аккуратными и очень внимательными в интерпретации и втолковании. Потому что мусульманские исследователи, люди чрезвычайно мудрые и образованные, они глубоко изучали эту книгу. Они знают, где главное, где второстепенное. Они знают, на чем можно и нужно основывать интерпретацию Корана. Я в шоке от того, как некоторые христиане пытаются интерпретировать Коран. Мой знакомый сел за компьютер, у него там было пять разных английских переводов Корана, и он написал книгу о том, что говорит Коран. Он представления не имеет о том, как мусульмане интерпретируют и толкуют Коран. Нельзя Коран интерпретировать на английском языке, пользуясь только компьютерными программами. И мусульманские исследователи буквально вдоль и поперек изучили Коран. Они знают, что в нем на первом месте. Они знают, что в нем касается наставления. Все остальное, вся аллегория интерпретируется, толкуется на основании вот этого основного вероучительного материала. Но, чтобы все это знать, нужно образование. И мы, христиане, можем сказать мусульманам так. Вот я читаю Коран, вот я что вижу. Объясните мне, пожалуйста, что это значит. Пусть мусульманин сам и объясняет. Мусульмане считают, что существует несколько книг откровения. Об этом мы уже говорили. Сухуф, посланный Апостолица Аврааму, Таурад, посланный Моисею, Збур, посланный пророку Давиду, Инджил, через Иисуса Мессию. И, наконец, мы приходим к Корану, который во многом превосходит предыдущие откровения, ибо объясняет их. В каком-то смысле мусульмане относятся к другим откровениям, например, к таким, как Таурад, примерно так же, как мы относимся, например, к Торе или к Псалмам с точки зрения Иисуса. Мы это называем кристоцентричной библейской герминевтикой. Так же и у мусульман. Те из них, кто серьезно читает Тору, а их, кстати, к сожалению, немного, но те, кто все-таки это делают, читают Новый Завет с точки зрения последнего откровения, с точки зрения Корана. Иными словами, прежние Писания они интерпретируют исходя из кораноцентричного взгляда. Да и мы то же самое делаем с Библией. Мы интерпретируем толкуем Библию с точки зрения кристоцентричной герминевтики. Наша интерпретация кристоцентрична, а толкование мусульман кораноцентрична. Но, к сожалению, многие мусульмане даже не читают ранние откровения, предыдущие откровения. Было бы страшно, если бы христиане сказали, да, мы понимаем Иисуса, но мы только Ветхого Завета не читаем. Невозможно Иисуса понять без Ветхого Завета. Но мы все равно в свете Иисуса Христа интерпретируем Ветхий Завет. Итак, с одной стороны, мы понимаем Иисуса лучше через Ветхий Завет, а потом мы интерпретируем Ветхий Завет через Иисуса Христа. Христиане называются народом книги. У христиан прежние древние писания Тора, Забур, Инджил. А мусульмане же считают, что у них Коран последнее откровение. Интересно, что Коран предписывает Мохаммеду, если же ты в сомнении о том, что мы не спасали тебе, то спроси тех, которые читают Писание до тебя. И в Коране также наставление народу книги христианам, где говорится разъяснять Писание людям и не скрывать его. Я напоминаю часто мусульманам об этой заповеди, которая дается христианам в Коране разъяснять, не скрывать. Коран также препятствует народу книги держаться Писаний. Держаться Писаний. 5,68. Я часто мусульманам говорю, что я человек книги, я читаю эту книгу каждый день, эта книга оказывает на меня огромное влияние, я держусь в Писании, я свидетельствую согласно Писаниям, я человек книги, и я вижу, что, когда я там говорю, мусульмане меня слушают. Будьте народом книги, будьте учениками Иисуса, Мессии. Это открывает двери в разговорах с мусульманами, потому что они уважают народ книги. Ну все, эта лекция завершена. Месик, которые декори, которые они завершены, варьи, в гири, которые поясняют, что негут у обрежу, они со м. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok